Махать лопатами на крыше пятиэтажки по адресу Ленина 62 работники управляющей компании начали сегодня утром. По словам жителей, в первый раз за зиму. Видно, узнав про объезд, не пожелали оказаться в числе нарушителей, которых в этом году и так немало. За то, что кровля не чистится, специалисты управления ЖКХ выписали компаниям больше 600 предписаний. Столько же за сугробы и налить во дворах. Схема уборочной территории для каждого двора у нас утверждается решением общего собрания собственников. В ряде случаев собственники принимают решение, что уборке подлежит только территория. В данном случае, раз проезжая часть совмещенная, то делается тротуар, то есть минимум полтора метра. Тротуар в полтора метра шириной, как на ЛАЗО-42, вещь не только неудобная для пешеходов, но и незаконная, даже если так решили жильцы. По правилам городского благоустройства чистыми и нескользкими должны быть пять метров, прилегающих к дому территории. На устранение нарушений управляйки дали неделю. Как дворник справится с десятью сантиметрами наледи – вопрос отдельный, но в противном случае коммунальщиков ждет штраф. Когда уберете? Ну, в следующую неделю, наверное. Козырек, что-то сегодня необходимо убрать. Сегодня до вечера убираете. Такое задание получили практически все управляющие компании. Комиссия во главе с мэром сегодня объехала десять дворов. Если люди в течение всего сезона вовремя проводили те работы, которые обязаны были проводить, то сегодня у них замечаний может быть минимальное количество. И сегодня мы это увидели. Но те, кто сегодня получил предписание, они не работали в течение зимы. Следующий выезд специалисты также планируют посвятить придомовым площадкам, в частности, уборке снега с газонов. Дворы обязаны быть не только безопасными, они еще должны не утонуть весной.